Я говорю, где мои 50 лет? Я этим хочу сказать, береги себя, береги себя, береги себя. Я себя не стек, видишь, у меня 60 лет уже инвалид. Ну, молодые, если бы знали, старые, если бы могли, понимаешь, это такое дело. Так, ну что, включаем, да? Значит, я сейчас, сейчас посмотрю. А где же, ты включила запись, что ли, Наташа? Да, вроде включила. А, ты уже включила запись, и я вот эту всю синтенцию о возрасте говорил прямо в эфир, да? Ну, потрясающе. В прямой, в прямой. Привет, Рашид, я хочу тебя всем представить. Друзья, у нас в эфире сейчас на записи мой друг, которого я вижу первый раз в жизни, в эфире вот так вот. Он живет в Санкт-Петербурге, да? В Санкт-Петербурге? Да, да, да. Почему мы встретились? Потому что Рашид нашел возможность мне написать записку там в WhatsApp о том, что он этими методами давно интересуется, и какие-то у него есть по этому поводу наблюдения, соображения и свои какие-то представления. Вот он хотел поделиться. Давай поделимся, Рашид. Ну, тут даже не то, что я интересуюсь, я занимаюсь самопознанием уже плотно с 30 лет, уже 20 лет. То есть, ну, как обычно там все начиналось, с чего там начинается родина, то есть с неудовлетворенности, то есть, как говорится, плющит, колбасит, ну вот. А что ты делаешь, как делаешь, ну вот, то есть, зачем, ну вообще, то есть, в том числе и вопрос, а, собственно говоря, а зачем я тут жилу? Ну, какой интересный вопрос. Ну, вот-вот. И вот как раз... С чего это вдруг? В 30 лет такой вопрос? Нет, нет, нет. Ну, вопрос он и раньше там возникал, ну вот, там, на протяжении этой... Ну, и в совокупности, как говорится, жизнь подвела, ну вот, к тому, чтобы заняться собой уже плотно. Ну, это очень серьезный вопрос. Это очень глубокий вопрос. Я не думаю, что каждый этим занимается. Так, нет. Так, а я говорю, вот я сейчас уже осознанно вышел на то, чтобы полностью разблокироваться. А что это означает? Снять все напряжения внутренние. Так, так. И как ты это... Ты как... Во-первых, ты занялся вопросом, зачем я здесь живу? Ну, как это сформулировать, более понятно, чтобы мы все... Ну, ладно, может, мы не будем тогда глубоко так копать, то есть, это, может, зачем я тут, почему я тут. Или оставим, или продолжим? Продолжим очень много людей, которые... Я тоже этим занимался всю жизнь. Я тоже... Ну, я как-то по-другому это формулировал. У меня были мечты, мечты. Мне казалось, что вот надо, главное, быстрее вырасти. Мир впереди такой большой, интересный. А потом, по мере того, как растешь, сталкиваешься с препятствиями, например, что-то хочешь сделать, а не можешь. Вот, например, я хочу паяльник купить, а паяльника нету, чтобы там что-то смастерить. Или там еще что-то хочу. И вот, когда сталкиваешься с препятствиями в жизни, и вдруг возникает напряжение. А как быть? А потом еще и надо к определенной дисциплине. В школу надо ходить, потом в институт надо ходить. А тебе хочется быть свободным. Ну, я имею в виду мне, да? И вот это столкновение, столкновение, чего я хочу, о чем мечтаю, с тем, что мне надо делать. Ограничивать себя в чем-то, или в чем-то напрягаться, перенаправлять себя, мотивировать на что-то, заставлять себя что-то делать. Например, я учил немецкий язык, а надо было учить английский, потому что он был более потом востребованный. А я учился в школе немецкому языку и в институте немецкому языку. А сейчас вот как раз английский язык всем нужен. Ну, короче говоря, вот эти вот переделываться, перенаправляться, много усилий требуют. Потом начинаешь задумываться, а зачем вообще мне все это надо? Лучше я буду заниматься любимым делом. А как заниматься любимым делом, если еще надо жить? Надо себя кормить, детей кормить, близким помогать. Вот эти столкновения, они создают напряжение. И вот тогда задумываешься, ну, что самое главное, правильно? Ну, я понял, что самое главное, надо найти свое я, свое любимое дело, где я наиболее гораст. И делать то, что без чего я жить не могу. А если мне еще за это деньги платят, как говорил Эйнштейн, я получил деньги за то, я мог бы делать и бесплатно. Поэтому я счастливый человек. Вот это соответствие, если между внутренней потребностью и трендом найти, вот в поток попасть. Ну, вот, видимо, человек ищет, в каком, собственно говоря, потоке ему легче себя найти и чем заниматься. Вот это вот искал, зачем я здесь? Или что? Так вообще шикарно сказано, в поток. Ну, вот, в поток войти, это уже будет, как говорится, дальше ступень. А в основном, как говорится, еще там непонятно, где находишься. В потоке, то есть жить, это уже, ну, это уже будет высший пилотаж, я считаю. А там как планер без мотора на потоке поднимается. Да, 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 да. То есть, как говорится, на волне, то есть на гребне волны, ну, вот, находиться. То есть это... Некоторые попали, некоторые попали же по случаю. Конечно. Да, они даже иногда не понимают, что они без усилия получили сразу кучу денег, например, да, и у них не было соответствия между усилием и результатом. Ну, свалилось на них. Ну, может, папа там на них обвалил, там, миллионы, там, какие-то, или еще что-то. Но ребенок растет в этих условиях. Между усилием и результатом нет связи, и они выпадают из реальности, и компас нарушается. А другие пашут все время, пашут все время, а результата нет. Ну, может быть, они правильно пашут, но просто никому это сегодня не нужно. Например, сегодня всех взяли, предприниматели записывают. Всех записывают предприниматели. Вот вы учитесь зарабатывать деньги, там, и так далее. Ну, не все же предприниматели. Кто-то хочет быть музыкантом, кто-то хочет быть, ну, просто поэтом, спортсменом, там, ну, не обязательно быть. Ну, всех записывают. Если ты не будешь предпринимателем, ты не выживешь. Ну, это же ненормально. Это больное время, я так понимаю. И очень многие не могут себя найти в этом больном времени, потому что оно неправильное. Ну, вы еще одну вкусняшку затронули, тему о целостности. То есть, сказать, лучше, точнее будет сказать, о расщепленности самого человека. И как ты из этого выбираешься? Так вот, как говорится, ну, как, гремучая смесь вот получилось знаний. То есть, оттуда и отсюда там, то есть, там различные методики самопознания, что-то там, то есть, вот, все это переваривалось. Ну, и в конце концов, количество переросло в качество. Ну, вот. Так даже, вот, ваше видео, ваше видео, с вашими видео, я познакомился год назад, где-то так. И вот мне даже при своей подготовленности, ну, вот, я считаю, неплохой подготовленности, понадобилось столько времени, чтобы осознать, опа, ну, вот, о чем я столкнулся. То есть, и первое время было что-то недоверие, даже сомнение, ну, вот, что не поверил, что, ага, не может быть, чтобы все так просто. А потом еще даже, ничего себе, нашелся человек, ну, вот, единомышленник. То есть, в вашем лице я увидел единомышленника. То есть, такого человека, ну, я еще просто не встречал. Ну, чтобы так глубоко копнуть, ну, вот, разносторонний, причем ваши взгляды, как говорится, и с моими взглядами совпали. Ну, вот, ну, и в чем-то даже не то, что совпали, а ваши знания еще, они как бы систематизировали ваш подход, да, ваши знания, то есть, та информация, она систематизировала, собрала в кучку мои знания. И ну, здорово, очень здорово, мне это отрадно, отрадно. Я очень люблю дружить с людьми, вообще люблю людей, и самое главное, я люблю людей, ищущих. Вот я поэтому формулировал в свое время фразу такую, что только по чумочке становятся великими, потому что они задумываются, они думают, они хомосапис, они люди, они думают, да. Да, как же. Вот это интересно. Рашид, скажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, вот так вот, это вот мы говорим общо, общо, а вот чем ты конкретно занимаешься, например, я вот рисую, там, потом медициню. Ну как, я в учебном заведении, вот работаю. В учебном заведении, ты преподаешь, да? Нет, я инженер, инженер. Инженер. А значит, ты что-то конструируешь, да? Нет, я не конструирую, я там в учебном процессе участвую. Ну, сама операция, сама операция в чем заключается? Учебники раздаешь, или пишешь учебники, или, допустим, собираешь ребят на какие-то... ну, там, и лабораторные провожу, там, вот такие. Да. Вот. И, ну, и, там, моли, то есть, там, какие, как говорится, по ходу возникают вопросы. Вот интересно, у многих ребят, вот, любознательность сегодня есть, вот, например, то, о чем ты говоришь, как-то, вот, перекликается у подростков, у тебя подростки там, да? Ну, дети, дети, собственно говоря, там, после, после школы пришедшие, так что, ну, я на них, как на детей смотрю, вы уж простите. Нет, я понимаю, мы же... Там, там, ну, плюс-минус, то есть, плюс там, еще пять лет, то есть, максимум там, ну, что с ним взять, там, это, там, в основном, детский, то есть, ну, детскость видна, то есть, там, детскость, подростковость, ну, вот, там. Это очень интересно. Достоевский писал подросток, у него очень много там интересного появилось, у подростка, максимализм такой, потом такая вот эмоциональная изменчивость такая быстрая. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. То есть, вот, шалтай-балтай. Только белая, либо только черная, там, ну. Ну, да. Я помню, знаешь, что интересно? Кто-то по телевизору, кто-то рассказывал. Женщина одна говорила. Я вчера сидел в гостях у своей подруги, знакомой, и рядом с ней сидел и сверлил её глазами, молча её сын. Прямо сидел, сверлил глазами, неотрывно смотрел на свою маму, и вдруг в какой-то момент не выдержал и сказал, ну как твой клык? Она аж сдрогнула, вот эта, которая рассказывала, аж сдрогнула, а потом она говорит, оказывается, у этой моей подруги всю ночь болел зуб, а этот мальчик сидел, терпел, смущался, не знал, как спросить, мама, как ты себя чувствуешь? И у него так произошло, так неуклюже, ну как твой клык? Ну вот, представляете, до какой степени иногда этика внутренняя нас держит, быть самими собой, нам неудобно бывает, а напряжение-то растёт, и потом оно как... Да, 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 да. Я полностью согласен. Вот эта скованность, как говорится, закрепощённость, которая там присутствует, она и не даёт проявляться естеству как раз. Скажи, пожалуйста, мне, конечно, отрадно, что ты говоришь о том, что у тебя произошло после встречи с этим нашим методом, о чём мы говорим, с ключом там какая-то систематизация мысли. Я правильно понимаю, да? Абсолютно, абсолютно. Те знания, которые там вот находились, ну может там, конечно, и количество, в конце концов, в качество переросло, но те знания, они вот, как говорится, там в кучку собрались. Это отрадно. А вот ещё что-то вот ты бы хотел сказать мне или нет? Потому что главное, ты сказал, мы, главное, познакомились. Это очень важно, потому что у меня даже есть такой афорезм, я придумал, встреча с личностью эпоха в жизни. Да, так я подумал, что вам тоже будет со мной интересно, ну вот, говорится, вы не упустите момент, чтобы со мной пообщаться. Вот, и вот, как оказалось, что, ну вот, оказался прав. Конечно, интересно, Даша, конечно, интересно. Я думаю, это хорошо, что мы с тобой сделаем эту запись, мы поставим её в нашей школе, потому что это найдёт отзывы у многих ребят. У нас же есть и такие юные, которые к тебе ходят на эти лабораторные твои там, в институте. Ну, есть подростки тоже, они к нам через Контакт заходят или через Фейсбук, там у нас входят открытые школы, через большую хомофутурустку. И там можно обмениваться опытом, там пишут вопросы, там наши участники школы, у нас очень мощные участники, которые уже как бы практически используют приёмы ключевые, подбирают. На продвинутом уровне, да? Я говорю, на продвинутом уровне, да, находятся? На продвинутом уровне они уже делятся опытом. Там очень много у нас таких талантливых людей, которые уже на основе этих принципов уже свои приёмы создали. И они их показывают, они показывают. Я сейчас имена все называть не буду, там целый список имён. Но все же смотрят это, и у них бывают там и свои тексты. И бывает, что я приглашаю кого-то навстречу, и прямо на видео мы показываем. У меня на Ютубе, на канале Ютуба, очень большая лента. И если её просматривать, то там можно увидеть и спортсменов, там, и певцов, и композиторов, и режиссёров, там, и писателей, и математиков, и технорей таких вот мощных. Там много бесед всяких. И вот есть молодые подростки. Подросткам очень это интересно. Они, в чём отличие подростка? Подросток, во-первых, максимализм у него. Во-вторых, у него первое, что он не увидит, это часто бывает, самоутверждение. Вот он, например, когда смотрит что-то, ему сразу что-то не нравится. И он сразу там как-то реагирует, ещё не вникнув в смысл вопроса, о чём там вообще речь. Некоторая торопливость, некоторая суетливость. Сразу высказать мнение своё или ещё что-то такое. Ещё не подумав и не посмотрев. Но я себя, например, очень тренировал. Очень тренировал быть немножко сдержанным. То есть, когда слушаю человека, дослушать его до конца. А я, оказывается, слава Богу, что я чуть-чуть могу себя поддержать, дослушать немножко. И вдруг я чувствую, а он же совсем о другом собирался говорить. Это так здорово, когда ты вдруг научаешься дослушивать и понимать, о чём идёт речь. Или читает там посты, вот у меня там комменты ставят. Я точно знаю, кто молодой, кто нет. Потому что именно подросток всегда ставит какой-нибудь дизлайк. Именно подросток всегда напишет. Ну, у меня это редко, очень редко. Там на 100, допустим, плюсов. У меня обычно один бывает или два. И я даже ищу, кто же это. Мне интересно, чтобы он, как в фильме «Белое солнце в пустыне», мне хочется ему сказать «Гучитай, покажи личико». Ну, чтобы дать ему совет какой-то. Ну, пусть бы лучше написал там, чем он недоволен. Или вопрос, который его волнует. Ну, вот это вот интересно. Можно было бы ему посодействовать. Потому что очень много ещё молодых людей, которые очень зависимы от рекламы сверхвозможностей. Вот какой-нибудь, который умеет продвигать свои там контенты, или как они называются, в интернете. Как начнёт им мозги пудрить, например, бесконтактный бой там. Или что можно летать, значит, без помощи пропеллера. Или что там есть левитации. Что можно там телепатировать отсюда на Луну. Ну, молодые же, им же нужно понять, что за гранью возможного находится. А в конечном счёте они взрослеют, мудреют. И уже начинают различать, где фокусы, где мифы, где информация. У них появляется здравый смысл. И в конечном счёте они начинают выделять, что главное для человека. Главное научиться это. Управлять своим состоянием. Научиться преодолевать страх. Подключать внутренние ресурсы для созидания. Создавать что-то полезное для себя и людей. Болеть не только о себе. Вот главные вещи. Но какая может быть у молодого человека, у которого полно энергии, который не знает, куда её деть. Какая может быть у него заинтересованность в том, чтобы читать текст, например, как меньше уставать. Конечно, это его не очень интересует. Но потом, в мере возраста, он начинает как раз на это обращать внимание. Потому что вот это вот проблемы выгорания, утомления, снижения тревожности, использования энергии стресса по своему собственному интересу. Вот это же и есть сверхвозможности. Сверхвозможности, как получать наши внутренние ресурсы. А потом, извините, я вас перебью. Всё-таки напряжения, те, которые существуют, они ещё накапливаются. То есть там с возрастом. То есть начинают увеличиваться, и человека постепенно начинает сжимать изнутри. Вот это постепенно, то есть в различных местах, где более такие слабые места, то есть его там начинает сдавливать. И, естественно, всё это усталость, напряжённость, раздражённость, она накапливается. И болезни. Да, 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 да. Конечно, конечно. Ну вот учиться сохранять вот то, что есть у тебя в юности, ну, как я сказал в самом начале, случайно сказал, если бы старые знали, нет, если бы молодые знали, а старые могли. Вот я случайно, спонтанно сказал, на самом деле мы к этому постепенно приходим. Потом, в конечном счёте, я не хочу сейчас это говорить молодым, но на самом деле мудро заключается в том, что бесценность самого факта жизни. Вот когда становишься совсем старым, да, 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 точно, точно. Не может, ты утром открываешь глаза и думаешь, какое счастье, у меня ещё есть день, я вижу солнце, какое счастье. Ну, как это молодому объяснишь? Пока он не набьёт себе шишек, пока он... Хасай Магомедович, можно я вас две секунды перебью? Конечно. Я вот только после 50 начинаю жить, собственно говоря. и вот как раз, вот, как говорится, там второе, там может, или там третье дыхание, собственно говоря, появляется. То есть я чем дальше, тем больше начинаю жизнь любить во всём её проявлении. То есть я ещё пока, конечно, не во всём проявлении, но к этому уже подхожу. Это здорово. Это есть просветление. Это по существу есть просветление, о чём там в йоге говорят, о чём там говорят в разных духовных практиках, просветление. Это на самом деле, вот, как раз-таки, когда начинаешь видеть в жизни как некий дар, подарок, и надо прожить эту жизнь действительно радуясь, что ты жив, что ты живёшь, я есть. Счастье, это радость, не только, когда мне пирожные подарили, шоколад мой любимый горки подарили, или там меня поздравили, или ещё чего-то, а самому факту жизни радоваться. Вот это и жизнь счастлива. Да, да, да. И опять же перебью, да? Можно продолжил как раз вашу тему? Я вот то, что уловил вот эти состояния, то есть вот когда там медленные, то есть когда автоматически там, предположим, руки поднимаются, да, ну вот, и возникает вот это состояние. Так вот, даже вот это состояние, как говорится, то есть как там в некоторых книжках, я читал, что а где наш дом? А наш дом вот здесь, как говорится, в собственном теле, то есть там, то есть вот, что тело является там таким источником наслаждения, то есть даже безграничным источником наслаждения и вдохновения, то есть тут, ну, тут, как говорится, до бесконечности можно говорить, ну вот, и вот там, ну, на клеточную, еще я еще пока уровень не вышел, но то, что вот, как говорится, там мышцы, то есть ощущение иногда собственных мышц, так это может такое удовольствие доставлять, то есть так, ну, просто это, это надо просто, как говорится, проживать. Да, конечно. Не только почувствовать, а вот именно, чтобы прожить, ну, попережить, то есть проживать, то есть вот, вот это состояние по полной программе, так что. Рашид, давай мы так сделаем, вот мы сегодня познакомились, я очень благодарен тебе. Давай мы так сделаем, мы еще раз. Извините, я вас занимаю, да, то есть время как-то для чего-то. Дело не в этом, там у меня есть некоторые обязательства, которые я должен выполнить. Хорошо, хорошо, хорошо. Если мы видео поставим в Ютубе, мы еще сделаем как, я тебя приглашаю, давай мы еще через несколько дней еще сделаем одну встречу и запишем тоже, и там поговорим о технике, как научиться другим людям тоже получать сброс с лишнего напряжения выходить на это состояние вот этого глубинного покоя или глубинной радости, удовольствия от того, что ты существуешь, ты любишь мир всех, там, вот это состояние, которое называется или нирваническим состоянием, или эйфорическим состоянием. Ну вот, когда, когда ты в радости такой, вот, ради чего люди иногда водку пьют, чтобы вот так или накуриться, или водки напьются, и потом обнимаются, ты меня уважаешь, там, или петь им хочется, ну, как говорится, душа требует, душа требует, вот, ну, здесь без водки, без накуривания, покажем, расскажем о техниках простых, как можно это получать, вот, ты расскажешь свой опыт, я расскажу свой, ну, и многие научатся, кому что подходит, у нас же подбирают, каждый себе, перебирают варианты, чем больше примеров, тем больше у человека возможностей, перебирая, примеряя к себе, подобрать свой, а у нас, у нас, это школа индивидуального подходит, да. Хасан Магануинович, я вот с вами полностью согласен, потому что живут и процветают открытые системы, нет. Ну, давайте так сделаем, да, прошли. Да, так, так, ну, вы скажете, когда, то есть, как говорится, вы начальник, через три-четыре, мы сейчас собираемся, вебинар планируем, как преодолевать страхи, в том числе, страх неизвестности, страх нового, как выходить на состояние уверенности в себе, что у тебя проект получится, или что завтра ты придумаешь какое-то новое действие, которое решит твои вопросы. Ну, вот такой вебинар хотим сделать, и он будет, Наташа, когда мы планируем вебинар? На следующей неделе, ну, на какой примерно день? Ну, давай мы объявим конкурс, пускай вот сейчас нам пишут, какой день? Вторник, среда? Вторник, среда или четверг, да? Следующая неделя, вот сейчас у нас неделя какая? Вот сейчас, сегодня какой день? Рашид, сегодня какой день у нас? Вот сейчас смотрю, 29 сентября, вторник, 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 ага, значит, мы объявление дадим, Наташа, в понедельник, да? А занятия, даже раньше можем дать, да? Да, в следующий понедельник даем объявление, и в среду или вторник, ну, там как напишут, там как пожелают, больше желающих, во сколько, чтобы удобно было, но мы проводим 20 часов, по московскому времени. Пишите, друзья, все комменты, во сколько бы вы хотели, чтобы мы провели вебинар, и знаете, что важно? Ну, когда будем проводить вебинар, подготовьтесь таким образом, что желающие могут выходить в эфир, мы там в вебинарной комнате, которая будет объявлена, там дадим номер зума, ни у кого проблем не будет, мы прям там в вебинарной комнате, когда вы туда войдете, там будет номер зума, вы загрузите зум, выйдете к нам, и мы там все друг друга увидим, и очень здорово будет, если будете задавать вопросы, может кто-то смотрел предыдущие приемы, там у нас бесплатный ликбез, постоянно регулярно происходит, может у кого получается, у кого что-то не получается, задавайте там вопросы, мы будем прям по ходу отвечать, этот вебинар будет очень важный, потому что я его определил из многих-многих запросов, у многих сегодня состояние полной неопределенности, многие потеряли работу, у многих компаний сокращаются, неизвестно, что будет завтра, и это всех прессом, и даже люди, которые никогда и не знали, что такое тревожность, теперь пишут, поэтому я решил, давайте мы всем поможем, дадим простые методы, приемы, чтобы можно было регулировать свое собственное состояние в условиях даже изоляции, даже неопределенности, даже когда беда, чтобы находить лучшие решения, как улучшить свою ситуацию. Хорошо, вот я сделал как бы предварительное объявление, и под нашим видео, Рашид, сейчас мы его выставим, и ты тоже можешь посмотреть, какие там напишут нам вопросы и комменты. Друзья, кто к Рашиду хоть обратится, прямо там пишите, пожалуйста, он будет вам отвечать. Рашид, ты же сможешь там отвечать, да, на комменты? Я смогу, только вот, я пока еще не освоился, у меня тут, как говорится, первый опыт, общения там по скайпу, там не будут писать. Это будет в Ютубе, на моем Ютубе, ты набери в Ютубе, набери Каса Ильев метод ключ, выскочит мой Ютуб канал, и там будет вот это видео. Я тебе сейчас пришлю это видео, мы сейчас его заберем, я тебе его пришлю, ты на него нажмешь, и ты увидишь, как мы с тобой разговариваем, и там все участники, все наблюдатели нашего разговора, они будут там писать. И ты будешь, если захочешь, ответишь, им будет тоже приятно, да. Нам всем очень приятно, когда мы видим человека, который интересуется, да, готов поделиться своими мыслями, но мы же для этого и существуем, чтобы быть человеками, как говорится, человеческий разговор. Да, 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 да. Самое главное, что вот от сердца, вот это шло, как говорится, и там люди, то есть люди просто почувствуют, то есть насколько, насколько искренне все это происходит. Если... Слушаю, почувствую. Всем тогда привет, Рашид, обнимаю, жму руку. Спасибо. Ага, сейчас еще один момент. Так, а как я узнаю, когда там подключиться? А сейчас сбросим тебе ссылку, вот сейчас. Хорошо. Ты посмотришь, ну, через полчаса ты получишь ссылку. Хорошо, хорошо. Нажмешь на нее, и ты увидишь, мы с тобой разговариваем, и коменты будут писать, кто захочет. Да, и еще в скайпе, вот контакт, который у нас с тобой есть сейчас, и в ватсапе, в ватсапе тоже есть контакт, мы там договоримся о следующей встрече, или какой-то вопрос по ходу будет, пожалуйста, пиши. Я после 19 часов бываю вот так в сети. Хорошо. Дай Бог вам здоровья, Хосе Магнитович. Все, все. Нет, лучше вы себя берегите, как говорится. Вы людям больше добра и сделали, и еще сделаете. Так что, так что так вот. Я взрослый, мне надо, конечно, энергию поберечь, потому что на встрече обнимаю. Все, Ага, До свидания. Угу.